уважаемые коллеги вот в этом видео я хотел бы пояснить свою позицию по отношению к неким задачам потому что нам не только в преддверии нашего двадцатилетия но и в принципе вообще обращаются часто за созданием торговой марки и за продвижением торговой марки соответственно так как мы наверное все таки пожалуй единственная брендовая компания в россии которая не только разрабатывает торговые марки но и создает системы привлечения клиентов и системы продаж то есть мы в общем-то всю свою деятельность ориентируем в общем-то на продаже и я за свою 25-летнюю практику проходил разные этапы мы делали различные вообще бренды различные рекламы различные подходы и за последнее время мы в общем-то четко поняли что если мы не будем ориентироваться на результат то в общем-то вся работа которая делается она очень-то бессмысленно и деньги будут потрачены зря и в этой связи в общем-то я точно могу сказать что в 90 процентах случаев деньги которые инвестируются в рекламные компании в продвижение брендов они в общем-то тратятся зря не принося никаких результатов либо в соотношении до до возврат этих инвестиций доходности этих действий это прям совершенно минимальная отдача ну в общем то почему это происходит это происходит не потому что в общем-то рекламные агентства или маркетологи как-то халтурят в общем-то наоборот компании все стараются быть ну я надеюсь на это в общем-то стараются быть клиентно ориентированными и удовлетворить все потребности и запросы клиента но собственно говоря то именно в этом то вся и проблема потому что давайте разберемся почему именно проблема потому что собственно говоря существует несколько подходов маркетинга в рекламе и один из подходов это маркетинг прямого отклика это как раз та сфера в которой делается абсолютно все чтобы получить конкретное целевое действие что на самом деле очень сложно заставить через рекламу человека сделать что-то вот довести до какого-то его результата до какого-то целевого действия и есть в общем-то все остальное то есть это имиджевая реклама и все ее производные к которой в общем-то никакому действие то по сути и не приводит и в данной связи можно говорить вот о чем почему это происходит с чем приходит обычно заказчик нам и мы это видим в общем-то в каждый день мы получаем по несколько запросов по несколько брифов и на мой взгляд здесь как раз это системная проблема всей отрасли целиком потому что в нашей отрасли сложились за годы ее становления в общем-то определенные правила которые были основаны в первую очередь на том что изначально российский рынок развивался в условиях дефицита и любой товар который появлялся на рынке в общем-то продавался легко спокойно и достаточно было сказать поднять руку и сказать и ребята у меня есть вот такая эта штука приходите покупайте и естественно все быстро приходили покупали но с ростом конкуренции и с постепенным заполнением рынка в общем-то ситуация резко меняется и с чем сегодня приходит в общем-то наши заказчики они приходят в общем-то совсем с теми же самыми историями которые к сожалению были в общем-то и много лет назад если мы возьмем этот один из последних брифов на это даже неважно какой то здесь дело не в самом брифе а дело в том что в самих подходах потому что когда к нам присылают брифы в общем так или иначе мы видим что сегментации и фокусировки на какие-то на какой-то сегмент рынка наши клиенты почему-то не видят смысла никакого и им кажется что работая со всем рынком они добьются тех результатов что и есть и поэтому с точки зрения выбора сегмента это вот может вариант там мужчина женщина 1860 включая детей вот либо это может быть там целевая группа мужчин и женщины там от 25 до 45 до 50 лет со средним достатком и все к этому иногда добавляются красивые слова потому что мы хотим освежить бренд мы хотим поднять имидж мы хотим добавить эмоции мы хотим повысить знания бренда но в общем-то это все совершенно к сожалению не конкретно и в общем-то это не те выгоды с которыми работают рекламщики для того чтобы добиваться результата что нужно чтобы добиться результата в общем-то по-хорошему надо начинать конечно самого начала и это не деятельность в общем-то рекламного агентства это та деятельность которая ведется до того как формируется любое техническое задание на продвижение на создание бренда на рекламную кампанию и это всегда первично вот но к сожалению вот эти два на мой взгляд их конечно больше этих вопросов но на мой взгляд вопросы такие как на какую конкретную аудиторию на какой сегмент рынка мы будем фокусироваться это очень важный вопрос и собственно чем ваш оффер отличается от других предложений на рынке и под оффером но мы понимаем это совокупность нашего коммерческого предложения тех выгод которые для целевого сегмента будут очень актуальными и вот это в общем-то очень конкретная задача на самом деле и к сожалению в большинстве случаев мы не имеем ответов на эти вопросы а это в общем-то базовые вопросы потому что на уровне обще с общих слов это не интересно а на уровне измеримых результатов к сожалению ответов на этих вопросов нет не только у маркетолога который присылает бриф но на эти вопросы нет ответа не у генерального директора даже не у владельца бизнеса и в 90 процентов случаев на этих вопросов нет ответа и более того когда мы начинаем задавать вопросы клиенту то в общем то многие из них начинают искренне удивляться и обижаться типа ребята вы еще задаете такие там тупые вопросы то нам же надо сделать креатив потому что вы же тут рекламные специалисты сделайте такую рекламу чтобы наш товар продавался и в этом точно это большая проблема потому что с такими входными параметрами вернее с отсутствием таких входных параметров в общем-то результата быть никакого не может и это большая проблема потому что клиенты не хотят думать и я не знаю почему это происходит потому что все таки может быть сильно большая вера в креативную составляющую и в громкость рекламы но по большому счету вопрос сделайте нам такую рекламу чтобы захотелось купить нашу там какую-то фигню приводит в общем-то к дилемме потому что это большой запрос и 90 процентов компании именно приходит с таким запросом тогда возникает у любого маркетолога у любого там рекламного агентства даже будь это те агентства которые может быть и заявляют что они работают с результатами привязанными к продажами но дилемма это очень серьезные потому что это вопросы бизнеса вопросы зарабатывания денег то есть мы либо можем эти агентства могут удовлетворить потребности клиента и сделать креативненько или в общем-то делать действительно работающий маркетинг но это очень-то сложно и работая с продающим маркетингом задавая возможно почему-то пока еще эти неудобные вопросы о том в чем ваш оффер отличается от ваших конкурентов в общем-то это равносильно тому что 90 процентов агентств работает по первому варианту потому что работая по второму варианту это прямой путь к потере клиента не нравится нашим клиентам эти вопросы связаны с позиционирование с фокусировкой с утп с выгодами и в данном случае вся отрасль идет по более легкому пути если есть запрос на креативненькие решения ну давайте будем креативить и давайте будем давать клиенту то что он просит в общем-то это правило рынка и конечно и соответственно мы начинаем видеть тенденцию что ага нужен креативный креатив и в общем-то и понеслось да и буйство креатива она очень-то разнообразно я хочу привести лишь один пример потому что вы так все поймете это сразу вот мы видим некую рекламу компании пит капитал я не понимаю что это такое то ли это финансовые услуги то ли это продукты питания но в общем-то это креативно сделано то есть это бросается в глаза но проблема в том что к сожалению тут ничего не понятно здесь нет никакого действия нет никакого побуждения мы не понимаем зачем это все делается но креативно чем отличается реклама прямого отклика тем что это более сложный может быть более скучный процесс но его результативность на порядок на несколько порядков выше я узнаю одно предпринимателя мы с ним как-то давно-давно проходили различные в общем-то всякие эксперименты обучались на курсах по копирайтингу и так далее так далее вот он сделает поэтапно делает вот даже такие примеры в стиле вот продающих текстов и посмотрите что дело в том что я знаю предприниматель я знаю что дела они будут замечать это как раз пример абсолютно четкой рекламы которая сделана по правилам продающего текста то есть есть понимание проблемы есть заголовок есть понимание проблемы да есть решение есть гарантии и да она выглядит не так пафосно да но в общем то не не соответствует каким-то может быть модным требованиям дизайна но именно она выполняет свою задачу то есть она продает и она приносит прибыль бизнесу ну вот еще есть пример знаете как покажем легкий курильщик и легкий здорового человека хотя вот есть же отрасли которых которых маркетинг прямого отклика внедряется быстрее это интернет реклама и мы видим что многие компании которые занимаются в интернете в общем-то отслеживает пытается отслеживать эффективность но в большей степени опять же таки к ним идет обращение ребята сделайте нам что-то креативное для того чтобы мы у нас бывал фактор и так далее ну вот пример с некого сайта в котором который сделал креативник конечно же красивая мадам на себя обращает внимание но проблема в том что даже дэвид агилви который бы наверно перевернулся в гробу увидев такие истории писал о том что белый текст на черном фоне читается в два раза хуже чем черный текст на белом фоне тем более никогда не используйте пропись и в общем то здесь нарушены все основные составляющие в общем то что крайне уменьшает во-первых читабельность во вторых данная фотография она очень эффектно и конечно же она привлекает большое внимание к себе но проблема в том что именно в этом проблема в том что она привлекает внимание на себя то есть и даже такой термин как вампиры внимание то есть она отвлекает от основной задачи которую должен решать сайт но сейчас не о сайтах но в общем то о том что давайте сравним это с другой задачей это тот же самый сайт и если мы посмотрим то что мы делали для одного из наших клиентов это как раз полное отсутствие какой-то либо вау фактора вот но это сайт компании который занимается сдачи в аренду грузоподъемной техники и здесь шла работа совсем другом направлении то есть мы очень долго и вместе с клиентом и сами вырабатывали разбирали проблемы их клиентов почему люди заказывать или не заказывают технику кто это делает по каким причинам и в рамках достаточно большой серьезной работы нам удалось прийти к пониманию что те строительные компании которые заказывают технику они боятся потерять время время в простоях для строительной компании обходится очень дорого по сравнению со стоимостью самой техники учитывая там сроки аренды этой техники и так далее мы в общем то разработали оффер от которого в общем то это трудно отказаться и как бы генеральная идея предложение генеральная идея УТП была разработана в том что мы единственная компания в Москве которая привозит подъемник на день раньше даты начала аренды и в общем то за это ничего не нужно платить и этот оффер мы усилили еще и тем что при заказе дизельной техники мы естественно заправляем полный бак и разумеется мы очень сильно таким предложением резко отличились от конкурентов и в общем то что позволило при запуске подобного рода посадочной страницы ведения трафика увеличить количество звонков просто в разы поэтому самая главная проблема она в общем то не столько начинается в рекламном агентстве из серии сделайте нам что-то что могло бы продаваться но это всегда вопросы формулирования задачи чтобы сформулировать задачу чтобы дать рекламщикам выгоды которые они должны каким-то образом оформить в рекламные материалы то нужно провести в общем то другую предварительную работу которая к рекламе вообще не имеет никакого отношения то есть нужно разобраться с потребностями с болями клиентов нужно найти решение в своей компании потому что мы имеем дело совершенно обычными рынками то есть я не знаю это может быть те же подъемники это строительные материалы это то что не является супер уникальным то есть мы здесь не говорим о каких-то супер уникальных историях то есть у которых нет конкуренции мы раз говорим про сильно конкурентный рынок соответственно не проработав эту тему какие боли у клиентов какие решения можем сделать и какие выгоды это им принесет в общем то бессмысленно заниматься вложением денег рекламу потому что вы будете на фоне 30 50 таких же конкурентов в общем то говорить одно и то же и и ни один клиент не поймет почему нужно работать с вами поэтому пример когда речь идет о том что мы прорабатываем полностью все потребности клиента мы прорабатываем все возможные возражения и после этого мы формируем выгоды и только эти выгоды мы начинаем транслировать через каналы коммуникации в общем то это единственная возможность привести клиента какому-то либо действию другую других вариантов в общем то мы не знаем но опять же таки если не клиент не заморачивается не тем более рекламное агентство которое должно по сути совершить подвиг чтобы с этим разобраться но дело в том что с этими моментами разобраться очень сложно потому что далеко не все рекламные агентства этом разбираются во вторых даже если те кто пытается в этом разбираться они все натолкнуться на клиентскую сторону на вопросы вы чего вы давайте делайте нам креатив и клиенты не хотят отвечать на эти вопросы это нужно совершать действительно подвиг и большинство естественно 90 процентов заказчиков можно потерять если заниматься подобного рода опросами вопросами и напрягать клиента на эту тему вот и проще конечно делать то что просят сделайте нам креативную рекламу то есть и в общем то маркетологи и рекламные агентства делать эту креативную рекламу вот оставаясь вроде бы как с клиентом в хороших отношениях но к сожалению это все происходит недолго потому что подобного рода реклама не дает результата это не работает и клиент идет в другое агентство поискать кого-нибудь кто сделает еще более креативным вот мы работаем совсем по-другому потому что мы как раз работаем с теми кто задается вопросом об эффективности своей рекламной кампании те кто считают деньги и те кто считает эффективность и разрабатывают как краткосрочные так и долгосрочные стратегии здесь очень важно особенно сегодняшние дни говорить о том что это может быть интегрированной рекламной кампании такие бесшовные рекламной кампании но и даже краткосрочные акции они все равно должны быть рассчитаны на проведение именно эффективности результата поэтому иногда работаем годами с нашими клиентами там мой любимый там проект его показываю всегда и везде потому что он как раз отвечает на те самые вопросы которые мы задали клиенту на которые мы нашли ответы то есть когда у вас стоит обычный продукт например это совершенно самый обычный лимонад который сделан по госту ну то есть как из обычного продукта используя в общем-то простые тире сложные решения которые занимаются в анализе рынка в анализе предложений как это срабатывает на практике и за счет чего можно побеждать любых конкурентов потому что у нашего клиента уровень конкуренции там по цене это был к это была конкуренция с пепси с кока-колой потому что объем производства небольшие и на низкой цене сыграть нельзя то есть но в общем то нужно выделяться и на этом фоне отличаться от конкурентов соответственно первое что мы сделали мы взяли фокусировку на тот сегмент на котором не сфокусированы были другие конкуренты то есть для нас это был на тот момент подростки и мы сфокусировались на подростки то есть фокусировку на отдельный сегмент сразу дает понимание тех потребностей тех боли которые есть у целевой аудитории как с этим можно работать мы естественно прошлись по продукту потому что ну мы любыми способами должны находить что мы можем изменить в нашем продукте и в данном случае мы поговорим с технологами поняли что мы можем в чем-то серьезно изменить но даже не то что серьезно в общем-то изменить продукт не не изменяя его внешне в общем-то добавить туда больше газированности дизайн один из ключевых факторов дизайн упаковки важный фактор отличия потому что все лимонады так или иначе там выглядит примерно одинаково то есть естественно нужна индивидуализация и дизайн позволяет в общем-то эти преимущества сделать визуально отличными от конкурентов это не прозрачная бутылка это оранжевый цвет это в общем-то на момент запуска это было абсолютно не категорийное решение потому что весь лимонад всегда был в прозрачных бутылках ну и рекламная компания запуска которая соответствовала представление целевой аудитории то есть это вещи которые как раз вот здесь вот и проявился креатив то есть который основывался на используем самих бутылок в наружной рекламе что позволило чем-то быстро и резко привлечь внимание к новому бренду и опять же мы говорим все время про результаты я бы хотел акцентировать внимание что каков был результат по этой компании через три месяца после начала продаж производственная линия была загружена практически на сто процентов то есть 90 процентная загрузка если мы в мае начали все к сентябрю была 90 процентная загрузка и на сегодняшний день продукт под этой маркой продается не только в регионе запуском и уже соседних регионах и он успешно продается 10 лет и компания в общем-то активно продает продает и продает и за 10 лет собственно самим продуктом ничего не надо было менять то есть продукт был запущен он стал на полке торговых сетей и в общем-то это большой успех для клиентов с точки зрения там real pro мы там получили за это тоже множество всяких креативных наград но суть была не в креативе суть была в том что мы нашли неудовлетворенную потребность рынка и реализовали с помощью тех маркетинговых инструментов которые влияют на принятие решения у целевых групп в общем это наш подход и мы как раз стараемся работать с теми компаниями кто этот подход разделяет поэтому заключение могу сказать что в общем то на наш взгляд лучший способ повысить узнаваемость бренда это конечно же повысить его продажи